Всем привет! Это обзоры Лего и его аналогов от Калин Красный, и сегодня у нас будет большой новостной выпуск. Лего анонсировало официальное изображение новинок, которые поступят в продажу в начале марта. Давайте рассмотрим их повнимательнее. Начнем мы с серии Криэтор. Я всегда рассматривал эту серию как хороший ресурсник, и в этот раз, честно, они меня очень сильно порадовали. Набор 3127, уличная гонка, количество деталей 258, цена примерно 1600 рублей. Очень удачный набор, от цветовой гаммы до деталей, которые сюда положили. Стоит обратить внимание отдельно на колеса. Также очень хорошие альтернативные модели, болид формулы и хот-роуд машина. Набор 3126, сверхзвуковой самолет, количество деталей 215, цена примерно 1600 рублей. На мой взгляд, очередной проходной самолет, который мы уже встречали в данной серии ранее. Разве что количество деталей за две сотни. Набор 3123, баги, количество деталей 160, цена примерно 1200 рублей. А вот баги мне понравился, наверное, также из-за своей цветовой гаммы и интересных деталей. Из альтернативных моделей интересен только квадроцикл. Набор 3125, лесные мифические существа, количество деталей 175, цена примерно 1200 рублей. Сова, ежик, белка, ослик и кролик. Не знаю, кто тут мифические, разве что их цвета. Набор направлен на более детскую аудиторию, но все равно представляет интерес в виде деталей. Набор 3124, супер мех, количество деталей 159, цена примерно 800 рублей. Мех напоминает робота из могучих рейнджеров или японского аниме. Довольно простой, но подвижный, с шарнирными элементами. Жалко, не складывается во что-то целостное. Набор 3128, дельфины черепаха, количество деталей 137, цена примерно 800 рублей. Также более детский набор с яркой цветовой гаммой, хорошие альтернативные модели. Следующая серия Лего Ниндзяга, набор 71764, тренировочный центр Ниндзя, количество деталей 524, цена примерно 3500 рублей. Мне нравится новое оформление коробок. Сам набор мне напомнил набор 71735, турнир стихии, но с меньшим количеством фигурок. Классический набор Ниндзяга с тренировочной комнатой. Лего пытается не повторяться и докинули нам больше деталей, уменьшив количество фигурок. А хотелось бы еще одну минимуму. Новые наборы Ниндзяга кружатся, Кая, Лоя и Джея. Примерно 900 рублей за 32 детали. Немного дороговато. В наборах обновлены принты на фигурках. Наборы Лего серии Speed Champions меня очень сильно порадовали, как поклонника данной серии. Я очень рад, что они ушли от формата 6-студовых авто, ведь на 8-студах повторить копийность можно лучше. Набор 76906, Ferrari 512M, количество деталей 291, цена примерно 1800 рублей. Копия гоночного автомобиля Ferrari 70-х годов. У оригинального авто необычная форма с множеством изгибов, и у Лего получилось ее передать. Имеются наклейки, надеюсь, они в цвет пластика. Кабина принтованная, и она идеально сюда подходит. И одна мини-фигурка. Лично мне Ferrari очень понравилась. Набор 76907, Lotus Avigia. Количество деталей 247, цена примерно 1800 рублей. Копия электрического суперкара. Леговцы берутся за авто разных сложных форм. Получилось похоже, но немного напоминает Ferrari из набора 76895. Немного наклеек. Фары похожи на прозрачные наклейки. Приятный темно-зеленый цвет, комплект дисков и один пилот. Набор 76908, Lamborghini Countach. Количество деталей 262, цена примерно 1800 рублей. Копия легендарного авто, которое выпускалось с 1974 года по 1990. Мне очень интересно было посмотреть, как леговцы справятся с данной моделью. И они справились, на мой взгляд. В данном масштабе и с теми деталями, что у них есть, лучше не придумать. Хочется обратить внимание на принтованные диски. Модель определенно стоит своего внимания. И флагман на предстоящие полугодия. Набор 76910, Aston Martin Valkyrie, AMR Pro и Vontage GT3. Количество деталей 592. Цена примерно 3500 рублей. Обе модели выпускаются на данный момент. Не могу выделить чего-то особенного и интересного. Кроме того, что у Valkyrie AMR Pro ворде как новая деталь кабины и принтованные диски. Новые наборы LEGO City. Периодически возвращаясь к лунной тематике, LEGO нам представило два крупных набора серии City. Луноход на 275 деталей, ценой примерно в 2700. И космическую станцию на 500 деталей и стоимостью примерно 5200 рублей. Наборы порадуют поклонников данной серии интересными постройками, фигурками и деталями. Как по мне, луноход получился довольно интересным. LEGO Art порадовала сразу двумя новинками. Это картина под артикулом 3124, Alice Presley, количество деталей 3455 и стоимость примерно в 10 тысяч рублей. И картины вселенной DC. Batman, Joker, Harley Quinn и Женщина-кошка. Количество деталей 4167 и цена та же, примерно 10 тысяч рублей. Я думаю, данная картина порадует поклонников Alice Presley и фанатов DC точно. Бюсты с масками и шлемами. Весьма неоднозначная серия, на мой взгляд. Что-то там получается, а что-то нет. LEGO представило два набора. Шлем Мандалорца, количество деталей 584, цена примерно 5200 рублей. Шлем копировал своего предшественника Боба Фетта. Но не во всем. Шлем значительно шире. Выполнен в металлическом цвете. По поводу незатайленных студов, а где вы видели полностью затайленный набор. LEGO получилось передать все формы и изгибы шлема, кроме визора. Почему-то они сделали его намного шире, чем у оригинала. Вот тут у них небольшой косяк. Шлем пилота Люка Скайуокера. Красный 5, количество деталей 675, цена примерно 5200 рублей. А вот эта модель мне понравилась. Довольно похожа и узнаваема получилась. Внутренней отделки нет, есть лишь черная окантовка. Набор стоит своего внимания, также ради очень интересных деталей. Новый анонс получился достаточно интересным. Я думаю, каждый из фанатов LEGO найдет себе что-то по душе. А что понравилось вам и что бы вы хотели взять, пишите в комментариях. Ребят, к мне на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в группу ВКонтакте, где мы выкладываем все новенькие LEGO и его аналогов. Всем пока.